Добрый день, друзья! Меня зовут Галина Сломатова. Я хотела бы представить вам бизнес-кейс по интеграции рискориентированных подходов бюджетирования. То, как это было выполнено в нашей компании. Ну и поделиться своими идеями, как мы встраивали этот инструмент в наши бизнес-процессы и то, как это непосредственно выглядело в компании «Металлоинвест». Пару слов о компании. «Металлоинвест» – это ведущая горно-металлургическая компания с производством полного цикла. Это лидер, мировой лидер по производству товарного ГБЖ в мире, да, в свете новых тенденций в ходе карбонизации. Наш продукт становится все более и более востребованным в металлургическом секторе. Мы являемся лидерами по производству окатышей и концентратов России и СНГ. И надо сказать, что у компании огромные разведанные подтвержденные запасы железной руды, которые могут обеспечить при текущем объеме производства около 137 лет эксплуатационного периода. Также мы большое внимание уделяем теме устойчивого развития. Компания имеет серебряный уровень SG-рейтинга «Эковадис» и, соответственно, в этом направлении также развивается. Но что касается риск-менеджмента и процесса бизнес-планирования. Так, слайды. Вообще надо отдать должное. Первое, о чем можно говорить при внедрении инструментов риск-менеджмента, да, это о том не сверху. Конечно, когда нет заказчика, когда нет заинтересованного лица из числа топ-менеджмента, из числа совета директоров, это все происходит очень сложно. Я думаю, что многие риск-менеджеры по своему опыту это знают. Поэтому здесь надо отдать должное Совету директоров, который очень активно в компании продвигает тему внедрения передовых инструментов управления рисками. Ну и, соответственно, в 2020 году Совет директоров утвердил новую трехлетнюю программу развития риск-менеджмента, которая охватывает практически все ключевые направления. Это интеграция с бизнес-процессами группы, ну, то есть это бюджетирование, это управление производственными активами и процессы ТАИР, это инвестиционное планирование, это стратегическое планирование, это система управления эффективностью и целеполагания, то есть вот эти базовые бизнес-процессы, для которых запланирована интеграция. Также очень важная часть – это риск-аппетит, его формулировки, его декомпозиция, его использование, применение при принятии решений. Отдельная часть – это вся нормативная документация по риск-менеджменту и как раскрывается информация по рискам. Очень важная часть тоже будет выступать коллеги по развитию риск-ориентированной культуры. Это и обучение, это, по сути, привитие людям, сотрудникам, риск-ориентированного мышления, да, что бы они ни делали, на каком бы уровне ни принимались решения. Ну и расширение периметра применения инструментов риск-менеджмента. Также на сопутствующие бизнесы, да, у компании есть четыре основных комбината. Это два горно-обогатительных комбината и два металлургических предприятия, которые составляют, по сути, два крупнейших дивизиона – горный и металлургический. По каждому из данных направлений развития есть детальный план, который Совет директоров мониторит ежегодное исполнение. То есть в этом за 2020 год были выполнены все намеченные мероприятия. Ну и, соответственно, актуализация плана происходит также ежегодно. Если говорить об этапах внедрения риск-ориентированного подхода в бюджетный процесс, то я условно разделила его на восемь этапов. Ну, первое, когда непосредственно вы смотрите на бизнес-процесс, да, необходимо понимать его суть, необходимо понимать последовательность шагов для того, чтобы непосредственно интегрироваться. Да, куда интегрироваться? Это обязательно анализ и проверка бюджетной модели, насколько она пригодна для дальнейшего моделирования, для дальнейшего применения количественных инструментов оценки. Это обязательно общий анализ чувствительности, то есть необходимо понимать, каким параметрам наиболее чувствительный бюджет, да, какие допущения в принципе сами по себе больше всего влияют на те цели, которые ставит для себя менеджмент и совет директоров. Ну, конечно, приступать ко всем процедурам риск-менеджмента, не обучив при этом персонал, да, который будет непосредственно участвовать в риск-сессиях, который непосредственно будет давать информацию для оценки рисков, и это было проведено обучение по основам риск-менеджмента, по основам принятия решений и по той методологии, которая планировалось использовать. То есть это количественная оценка, это имитационное моделирование. Соответственно, со всеми участниками, да, кто в дальнейшем непосредственно принимал участие в оценке, мы провели обучение. Далее, по сути, начинается стандартный этап, когда происходит актуализация и выявление новых рисков, когда анализируется вся информация, которая есть, все тенденции, все тренды, ну, то есть классика. И логичным следующим шагом является определение распределения и ключевых, и для ключевых допущений. То есть когда мы понимаем, какие параметры бизнес-планирования, какие параметры допущений менеджмента наиболее волатильны, да, наиболее подвержены изменениям, мы, соответственно, их анализируем, анализируем их и статистически, да, смотрим и экспертно, и смотрим на прогнозы. То есть здесь, по сути, целый комплекс инструментов, да, целый комплекс подходов. Никогда нет одного правильного ответа, что лучше использовать. Но, тем не менее, все это обязательно проходит одобрение соответствующих узких специалистов, да, которые непосредственно дают вводные, да, уже моделируется конкретное распределение для этих допущений. Ну и следующим этапом является уже непосредственно имитационное моделирование. Были сделаны выводы об уровне напряженности бюджета и о приемливости уровня рисков. То есть эта информация была представлена на совет директоров, и уже совет директоров обсуждал, насколько напряженные были поставлены цели, да, насколько напряженные ставятся цели менеджменту, и уже непосредственно и совет директоров, и менеджмент уже говорит в терминах напряженности, да, насколько, какова у нас процент, доля вероятности, процент вероятности достижения нашей цели. Вот. Ну, соответственно, следующим этапом является логичная актуализация планов с учетом рисков. Что здесь имеется в виду? Если мы понимаем, что какие-то риски недостаточно покрыты, здесь может быть проработка дополнительных мероприятий и оценка уже с их учетом уже обновленного бизнес-плана. Но надо сказать, что при подготовке бизнес-плана уже, собственно, учитываются те мероприятия, да, по управлению рисками, которые формируются. Например, программа ТАИР, да, программа ремонтов, она уже формируется с учетом приоритизации рисков отказа оборудования, надежности оборудования, жизненного цикла оборудования. Поэтому здесь мы, по сути, оцениваем уже остаточный риск. Далее вот то, что Алексей сказал, очень важный этап, это анализ реализовавшихся рисков. Анализ реализовавшихся рисков – это некий бэктестинг, который мы проводим для того, чтобы понять, насколько оценка была корректной, да, насколько менеджмент, как хорошо менеджмент сработал в управлении тем или иным риском. Вот в данный момент реализовавшиеся риски, их общая сумма является частью риска аппетита. Далее это обязательный этап – это регламентация изменений. Конечно, бизнес-процесс должен быть зарегламентирован. То есть мы здесь идем по пути встраивания элементов риск-менеджмента уже в текущие регламенты, да, то есть мы не создаем новые регламенты, мы анализируем текущие регламенты и вставляем туда, уже встраиваем те мероприятия по оценке, по анализу рисков, которые выполняются в процессе риск-ориентированного бюджетного процесса. Что касается организации процесса оценки и информационные потоки, как они выглядят? Изначально мы организовали встречи с ключевыми руководителями наших комбинатов, управляемых обществ, для того, чтобы оценить, ну, в первую очередь, операционные риск-факторы, которые они видят при бизнес-планировании на следующий год. Эти все данные собирались, собственно, фиксировались по результатам встреч, по результатам риск-сессий и уже непосредственно обсуждались на встречах, на риск-сессиях с управляющей компанией, с подразделениями, которые курируют производственные процессы, процессы сбыта, процессы закупок и так далее. И уже непосредственно на уровне управляющей компании анализировались ключевые драйверы для бизнес-плана и проводилась непосредственная оценка и оценка тех допущений, да, определялись распределения, виды распределений для тех допущений, которые были использованы в процессе бизнес-планирования. Ну и по результату вот этих данных было выполнено моделирование и те цели, которые в фокусе Совета директоров и менеджмента, они, собственно, были оценены с учетом рисков. Также попутно были оценены, по сути, напряженности планов всех комбинатов, которые являются частью бизнес-плана. И, разумеется, сроки были полностью синхронизированы с этапами процесса бюджетирования. То есть появление анализа риск-факторов на уровне комбинатов было выполнено в августе-сентябре. В октябре по результатам этого информация была собрана и непосредственно проанализирована на уровне управляющей компании. И в ноябре мы уже подготовили полностью анализ и соответствующее моделирование и материалы для Совета директоров. Ну, в декабре у нас очень сильно изменился рынок, поэтому мы подготовили уточнение уже по новым данным. Я бы хотела еще пару слов сказать про выбор инструмента. У нас мы использовали анализ Монте-Карло, инвестиционное моделирование. В чем его преимущество по сравнению с теми инструментами, которые традиционно часто используются в компаниях? Это анализ чувствительности, это сценарный анализ. Да, чего же не могут эти инструменты количественные, которые являются тоже количественными инструментами оценки рисков? Да, но они не могут ответить на многие вопросы, которые интересуют и менеджмент, и совет директоров. Но первое, самое важное, это насколько цель напряженная и какова вероятность достичь ту цель, которая ставится менеджменту. Более того, результаты, которые представляются, являются очень графически наглядными. То есть мы видим по высоте столбика. Да, чем выше столбик, тем выше, по сути, вероятность попасть именно в этот тот или иной сценарий. Здесь мы видим диаграмму торнадо, которая непосредственно показывает, насколько влияющим является тот или иной параметр на наш результат целевой. Мы можем проанализировать одновременно все параметры, в отличие от анализа чувствительности. То есть мы видим интегрированную оценку цели с учетом всех риск-факторов, которые были оценены. Ну и плюс мы используем корреляции, потому что это очень важно. Рынки, особенно по рыночным параметрам, рынки связаны, рынки отдельных закупаемых материалов связаны с рынками той продукции, которую мы продаем. Поэтому без корреляции, конечно, делать такой анализ, но он получился бы не слишком релевантным. Ну и также, как вы видите, можно оценить потенциальные отклонения поквартально, бары внизу, график, когда мы понимаем, какие есть возможные отклонения, например, по денежному потоку непосредственно внутри года, для того, чтобы исключить риски недостаточной ликвидности. Коллеги, у меня все. Галина, большое-большое спасибо за интересный кейс.